Книга Бытие, сорок седьмая глава «Какое ваше занятие?» Они сказали фараону «Пастухи овец, рабы твои, и мы, и отцы наши». И сказали они фараону «Мы пришли пожить в этой земле, потому что нет пожити для скота рабов твоих, ибо в земле Ханаанской сильный голод, и так позволь поселиться рабам твоим в земле Гесем». И сказал фараон Иосифу «Отец твой и братья твои пришли к тебе. Земля египетская перед тобой. На лучшем месте земли посели отца твоего и братьев твоих, пусть живут они в земле Гесем, и если знаешь, что между ними есть способные люди, поставь их смотрителями над моим скотом». И привел Иосиф Иакова отца своего и представил его фараону и благословил Иаков фараона. Фараон сказал Иакову «Сколько лет жизни твоей?» Иаков сказал фараону «Дней странствования моего сто тридцать лет. Малые и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих во днях странствования их». И благословил фараона Иаков и вышел от фараона. И поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Раамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. И не было хлеба по всей земле, потому что голод весьма усилился, и изнурены были от голода земля египетская и земля ханаанская. Иосиф собрал все серебро, которое было в земле египетской и в земле ханаанской, за хлеб, который покупали, и внес Иосиф серебро в дом фараонов. И серебро истощилось в земле египетской и в земле ханаанской. Все египтяне пришли к Иосифу и говорили, «Дай нам хлеба! Зачем нам умирать перед тобою, потому что серебро вышло у нас?» Иосиф сказал, «Пригоняйте скот ваш, и я буду давать вам за скот ваш, если серебро вышло у вас». И пригоняли они к Иосифу скот свой, и давал им Иосиф хлеб за лошадей, и за стада мелкого скота, и за стада крупного скота, и за ослов, и снабжал их хлебом в тот год за весь скот их. И прошел этот год, и пришли к нему на другой год, и сказали ему, «Не скроем от Господина нашего, что серебро истощилось, и стада скота нашего у Господина нашего. Ничего не осталось у нас перед Господином нашим, кроме тел наших и земель наших. Для чего нам погибать в глазах твоих и нам, и землям нашим? Купи нас, и земли наши за хлеб, и мы с землями нашими будем рабами фараону. А ты дай нам семян, чтобы нам быть живыми и не умереть, и чтобы не опустела земля. И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждое поле свое, ибо голод одолевал их. И досталась земля фараону. И народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон посему, и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу, «Вот я купил теперь для фараона вас и землю вашу, вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеяние полей, на пропитание вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитание детям вашим». Они сказали, «Ты спас нам жизнь, да обретем милость в очах господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон земли египетской даже до сего дня, пятую часть давать фараону, исключая только земли жрецов, которые не принадлежали фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились, и весьма умножились. И жил Иаков в земле египетской семнадцать лет, и было дней Иакова, годов жизни его сто сорок семь лет. И пришло время Израилю умереть. И призвал он сына своего Иосифа и сказал ему, «Если я нашел благоволение в очах твоих, положи руку твою под стегно мое и клянись, что ты окажешь мне милость и правду, не похоронишь меня в Египте, дабы мне лечь с отцами моими, вынесешь меня из Египта и похоронишь меня в их гробнице». Иосиф сказал, «Сделаю по слову твоему». И сказал, «Клянись мне» и клялся ему. И поклонился Израиль на возглавие постели.